помните сайт qxl.store так вот с того момента он стал значительно лучше на нем пересмотрели ценовую политику и теперь предметы стали куда доступнее и выгоднее для покупки для тех же кто не помнит напомню на сайте можно моментально без каких-либо задержек продать ненужные unusual и прочие предметы за чистую валюту а также купить такие предметы порой за цены ниже закупочных у тех же ботов на сайте есть огромный выбор предметов а также розыгрыша нежил шапки каждую неделю так что участвую в раздаче и ищи выгодные предложения на qxl.store ссылочка будет в описании всем привет и хэллоуин в тф2 это не просто внутри игровое событие как многие из вас могут думать это не просто шапки спеллы и тыквы у хэллоуина есть комиксы у него есть лор и именно комиксы о хэллоуине приоткрывают зависит тайна над многими событиями которые происходят в игре в принципе даже в обычное время и сегодня мы углубимся в комиксы по тф2 в хэллоуинском ключе и я продолжу наконец рассказ о лоре сюжете и так далее игры и расскажу кто такой бонза из которого сделали unusual эффект почему создать на самом деле бессмертный подрывник одноглазый и девственник ли маразмус пристегивайтесь будет горячо первым делом скажу такую фразу все события на хлын в тф2 происходят из-за солдата заинтриговал тогда давайте сначала первый хэллоуинский комикс вышел 27 октября 11 года под названием бомбиномикон сюжет его довольно прост дети ходят по домам наемников и собирают сладости в канон хэллоуина все счастливы но вот дима ман попивающий любимые скрампа в своем кресле предлагает детям кое-что интереснее чем просто конфеты страшную историю о потерянном глазе свеча тухнет и начинается рассказ семилетний подрывник с двумя глазами кстати в жуткую ночь всех святых бродит среди болот по наставлением своей матушки в поисках работы ну да ладно в конце концов он атакается на зловещий замок маразмуса и спрашивает у него насчет работы маразмус без лишних слов ведет маленького подрывника в замок и говорит ему подметать библиотеку полную жутких и старых книг при этом с одним но не трогать книгу про бомбы известную нам как бомбиномикон и дима манчик убрался на совесть и вроде как даже не хотел ее трогать но вот книга начала сама говорить и возвала к молодому подрывнику с призывом прочитать ее к слову я не знаю является ли эта история отсылка на библейские сюжеты но уж очень похоже на то в итоге хитромная книга начала искушать подрывничка на ее прочтение и начала сама себя читать дэма не выдержал и буквально одним глазиком заглянул в нее за что его глаз точнее глазница мы об этом поговорим еще позже и был мгновенно проклят в него вселились злые силы из книги и с того времени его глаз это глаза тус против которого по традиции мы воюем каждый хэллоуин далее подрывник рассказывает легенду о том что глаза стуса и маразмуса можно увидеть в полночь рыщущими по болотам и тут же дают понять что маразмус не такой уж и сверх могучий всесильный макрос он живет вместе солдатом в одном доме не моет посуду и ест сельдерей с хумусом солдат вступает в очередную перепалку с маразмусом злит его и тот в свою очередь выпускает глаза стуса против наемников чтобы отомстить им по сути этот небольшой комикс ознакомит нас с маразмусом который на то время даже не было внутриигровым боссом а также дает небольшой бэкграунд объясняющий игрокам что это за глаз который воюет против нас на хэллоуин сам по себе глаза стус ничего особенного из себя не представляет гипертрофированный оторванный глаз подрывника который производит атаки с помощью подобия крит ракет но мы здесь не за статистикой собрались а за сюжетом так что продолжаем в комиксе голые мертвые уже не хэллоуинском медик рассказывает первеннику что уже возвращал ему глаз причем не менее 8 раз и до хэллоуина он функционировал как надо когда же наступал хэллоуин у глаза вырастали по словам медика кожаные крылья и он начинал нападать на команды так значит нет такого прям одного глаза стуса который бессмертен и просто каждый раз появляется из иного мира по сути эта фраза медика говорит нам что не глаз а глазница демомана была проклята бомбиномиконом и каждый раз когда медик восстанавливает ему глаз каждый раз появляется глаза сус в канун дня всех святых то есть чисто теоретически стоит только медику перестать возвращать глаз подрывнику и команды перестанет терроризировать гигантский летающий глаз также интересно что это за апгрейд претерпел глаза сус что к событиям голые мертвые у него уже были кожаные крылья также наверное малоизвестный факт голос глаза стуса является замедленным голосом подрывника что является интересной отсылкой и классным ходом со стороны вэлф карта введена с этим комиксом и соответственно обновлением это ремейк карты виадакт айдакт просто создана для борьбы с глазастусом но главный прикол в том что после его смерти мы попадаем в портал с бомбиномиконом который также имеет собственные войслайны на этот раз его и маразмус озвучивал один человек книга это вполне разумно имеет множество реплик также она будет впоследствии нередко встречаться в игре в файлах игры также была найдена ее текстура где можно посмотреть что уж и все-таки увидел в книге подрывник вот эти страницы тут речь идет о бомбах и взрывчатки что логично исходя из названия и внешнего вида книги на самих же страницах присутствует изображение пентаграмм существ удаленно напоминающих внешний вид подрывника в игре а также неизвестного чудовища из черепа которого и сделал себе головной убор маразмус что это такое почему его убили какими знаниями она обладала мы можем только догадываться но рядом с ним есть изображение бомбы липучки так что нам остается только гадать также мне была интересна реакция маразмуса он не стал ругать или убивать маленького товиша дегрута не стал волноваться по поводу того что информации из книги овладел какой-то левый парень он просто жалел о том что теперь бомбиномикон не заткнется что мы можем наблюдать в игре книга чрезвычайно говорливая к слову насколько я лично понял именно после этого инцидента подрывник и стал подрывником лишившись глаза но получив взамен ценные древние знания о взрывчатке на задней стороне бомбиномикона можно увидеть его цену 6.66 долларов так что не исключено что эта книга подделка ну и к счастью или к сожалению сам по себе маразмус сильно видоизменился от этого комикса до его непосредственно появление в самой игре в качестве босса в комиксе он в каких-то трепьях и имеет костлявые сохшиеся руки в самой же игре все это сглажено в угоду производительности и ограничением движка ну и так мы плавно подобрались к самому маразмусу второй комикс приурочен теме хэллоуина был выпущен 24 октября 12 года на этот раз в нем идет куда более приземленное описание сождества маразмуса и солдата начинается комикс с возвращения маразмуса с 1156 wizard кона местного фестиваля магов я так понимаю и я почти уверен что маразмус посетил каждый из них ведь ему более 6000 лет судя по его же словам правда из комикса в комикс нам дают понять что маразмус далеко не лучший чародей он даже не смог с помощью заклинания убедить таксиста снижение цены да и почему могущественный маг проживший более 6 к лет передвигается на такси когда он может свободно перемещаться между измерениями ну да ладно так вот по возвращении с wizard кона на котором он пробыл всего три дня он обнаруживает солдата в своем дворе кучи енотов и закопанный холодильник он был закопан чтобы еноты не достали сметану далее момент в котором мы можем видеть насколько маразмусу дорог бомбиномикон он отбирает его из лап енотов чтобы они его не сгрызли и бережно осматривает его на предмет сохранности в самой игре к слову он использует именно эту книгу когда атакует игроков после фазы с молниями из этого можно сделать вывод что это вовсе не простая книга и также она каким-то непонятным образом связано с черепом с глазами на голове маразмуса скорее всего он даже живой так как в этом комиксе его глаза вполне осознанно смотрят по сторонам но скорее всего нам этого никогда не понять по сути есть только одна зацепка в описании самой собственно шапки в игре которую можно получить выбравшись собственного черепа после убийства маразмуса к слову название черепа пишется с большой буквы так что вполне возможно что имя этого черепа череп тут важен сам факт что он имеет какое-то имя что странно как для просто шапки так вот ее описание гласит это ужасающая безобидная колдовская шляпа колдуна была найдена всемогущим заурядным магом маразмусом в глубинах подземного царства мертвых прямо возле входа очередные подколы маразмуса и намекал то что этот череп ничего особенного из себя то и не представляет и является просто костями но неспроста же мы можем видеть его на одной из странице бомбиномикона скорее всего этот сет из книги и черепа действительно обладает своеобразными магическими свойствами а без них маразмус просто шарлатан почему чуть позже так вот по сути слад превратил замок маразмуса в заповедник для енотов и официально оформил на себя став лесничим и это буквально за три дня далее у маразмуса говоря молодежными теми вашими фразочками тильтануло неслабо и он разразился громом и молниями произнося разнообразные реплики среди которых есть подтверждение возраста маразмуса я родился до начала времен темная личинка из гнилого чрева древних говорил он уверен что добрая половина из этого показушничества но основной смысл понятен также на этих страницах комикса можно заметить что скорее всего существует две версии маразмуса его обычный скажем человечный облик а также зловещая версия дух в разы больше и по сути уже и правда обладающая какой никакой силой потому что обычную человечную версию маразмуса солдат смог просто сжечь далее нам дают понять что солдат по ошибке стал бессмертным выпив целую пачку таблеток маразмуса убей меня и я вернусь более сильным спутав их сердечными таблетками таким образом маразмус не смог отомстить солдату лично и угрожал что в таком случае убьет всех кто дорог солдата на что последнее по глупости ответил что хотел бы на это посмотреть в итоге чисто теоретически два из двух боссов нападать на нас по вине солдата и маразмуса а точнее их постоянных конфликтов из-за сожительства как так вышло что они вообще стали сожителями об этом нигде напрямую не говорится но вариант того что солдат нетрадиционной сексуальной ориентации вряд ли верит но только если он не играет с блэкбоксом простите потому что во время событий комикса холодный денек в аду у солдата завязываются отношения с сестрой пулеметчика но не исключено что солдат бим вот так как то скорее маразмус не является гетеросексуалом потому что в другом комиксе он живет с томом джонсом но к этому мы все еще вернемся ну или более логичный вариант солдату просто негде жить в одном из комиксов мы видели его дом на котором висела табличка с именем джейн доу именем который обычно используют по отношению к людям которые по той или иной причине потеряли память и забыли свое настоящее имя о боже спасибо комментаторам за то что исправили меня в прошлом ролике так вот скорее всего по какой-то причине слота просто выселили из его дома и он просто докопался до маразмуса живя в его замке и мешая при этом магу сам маразмус в том же первом комиксе основного лора упоминает что ему шесть тысяч лет и единственной его ошибкой за все это время было согласиться жить вместе с солдатом но мы немного отошли от темы в итоге маразмус дрючит команду солдата потому что насколько нам дали понять наемники не просто бездушные машины убийства также и хорошие товарищи и друзья и команда солдата по-настоящему дорога ему прикольно осознавать по сути где-то после этих событий маразмусу надоедает присутствие солдата у себя в замке он говорит ему хидроу джек имел ввиду проваливай кто понял ссылку красавчик после изгнания солдата тот находит маразмусу на этот раз с новым сожителем томом джонсом который по совместительству является реально существующим певцом и тем под кого замаскировался спай чтобы скаут подумал что том джонс его отец к слову так и неясно является ли шпион отцом разведчика но судя по некоторым фразам и опустошенности спая после того как он притворился томом джонсом можно сделать вывод что он действительно отец скаута все братья разведчика от других отцов такой фразы например является ты уже взрослый а все такой же глупый я также тот момент в комиксе вместе с тем что когда скаут учудится рай бог чуть было не оговорился и не сказал что отец скаута вовсе не том джонс но и в expiration date зачем скаута было идти брать уроки пикапа от шпиона ну наверное почувствовал что-то отцовское в нем так что скорее всего тогда шпион просто через маскировку рассказал скаута что на самом деле является его отцом и говорил это от своего лица просто в маскировке это чисто моя точка зрения потому что в интернетах ваших этих ходят настоящие дебаты насчет этого факта потому что просто не может быть чтобы шпион просто так поник духом и источился после того как это все рассказал скаута но давайте вернемся к основной ветке про хэллоуин тому джонсу в раю второй раз сворачивать шею чтобы он не проболтался почему второй потому что первый раз ты сделал солдаты в доме маразмуса а теперь все по порядку время событий первого комикса круг уволенных не верен почему некоторые локализаторы перевели его как увольное падение ну да ладно так вот в этом комиксе солдат находит новый дом маразмуса где он живет вместе с томом джонсом солдат сворачивает шею тому после чего мисс полин переодетая в офицера подставляет маразмуса и он попадает в тюрьму но владос зачем нам эта информация мы ведь про хэллоуин говорили да ведь именно в тюрьме начинаются события третьего хэллоуинского комикса который вышел 28 октября тринадцатого года и назывался вопросы жизни и смерти в нем маразмус в тюрьме рассказывает ту историю о которой я уже говорил в прошлой части лора тф2 кто не видел обязательно к просмотру и к слову на руке маразмуса мы можем видеть тюремную наколку в виде эмблемы солдата скучать ли он послал даже отбывая наказание скорее всего какой бы солдат при этом сволочи не был я не знаю почему теорию нетрадиционной ориентации маразмуса никто не зарагивал ранее но мне кажется все факты говорят в пользу именно этого живет с мужиками одевается в платье за что его немалый раз называли дамочкой на что он даже никак не реагировал все ссоры солдатам что-то наподобие импровизированного флирта и так далее на деле тема гомосексуализма в тф2 комиксах не нова вспомнить хоть о тех же романтических отношениях наемников из team fortress classic в последнем комиксе так что в следующий раз когда на гостфорте в 56 раз за раунд будет появляться маразмус и вы невольно выкрикните да смотри опять этот возможно вы будете правы но да ладно в двух словах маразмус рассказывает о том что после того как грейман убил своих братьев они застряли между состояниями живых и мертвых поэтому никто из них официально не победил для того чтобы решить этот вопрос они обращаются к солдату который на тот момент работал наемным юристом так как всех наемников распустили на некоторое время и также тут слад оговаривается называя себя священником в одном из штатов обладающим полномочиями проведения ритуала экзорцизма по сути на этом моменте солдат наводит их обоих на мысль о том что чтобы окончательно победить кто-то из братьев должен был доставить физическое тело другого брата в ад для этого они связались со своими командами выкопали могилы друг друга и дальнейшие события по сути происходят на карте hell tower вот только официальной развязки сюжета мы так и не увидели и по сути на этом моменте линия братьев man просто прерывается оставляя выбор кто выиграет нам наверное мы узнаем итог в седьмом финальном комиксе тф2 когда он наконец-таки выйдет уже три года ждем на следующие два комикса вышедшие 29 и 28 октября 14 и 15 года в соответствии назывались кровавые деньги и горгули и гравий на деле они оба про одно и то же и уже почти никак не влияют на лор игры последний так вообще можно было бы скрапнуть нафиг ведь там буквально два слова сказано о том что непосредственно есть в игре так что остановились подробнее лишь на комиксе 14 года когда в него вложили хоть немного зрелого смысла комикс 14 года начинается со вступления маразмуса который удивительно хорошо адрес он в этом и следующем комиксах он рассказывает о древнем шумерском кровавом карнавале где шумеры делали жертвоприношение древнему зловещему богу цирка бонза вот мы и добрались наконец до бонза всепоглощающего в честь которого даже сделали отдельный unusual эффект к слову он сейчас является одним из если не самым дорогим в игре маразмус кстати занял 12 тысяч долларов у японской мафии чтобы построить этот карнавал если бы он не вернул их ему просто сломали ноги что еще раз доказывает маразмус это не волшебник это какой-то левый шарлатан который даже деньги себе не может наколдовать ну типа лол далее маразмус жалуется работнику компании петерсон постановки обслуживанию злых цирков стиву на то что его карнавал не работает стив спрашивает окропили ли статую кровью девственниц чтобы все заработало на что маразмус отвечает что да он окропил статую собственной крови и что она заверена чисто маразмус девственник за шесть тысяч грёбаных лет он так и нашел кому наколдовать своим посохом я в шоке хотя если так вспомнить все что говорил до этого возможно он вообще трап короче это не так важно грубо говоря мягко выражаясь проблема не рабочего карнавала являлось то что маразмус забыл построить его поверх могильника на что работник отвечает что вряд ли маразмус найдет кучу идиотов которые забесплатно побивают еще большую кучу людей но маразмуса уже есть план и он идет к наемникам в самой же игре действие разворачиваться на карте кэннивал of can edge где ведущим является маразмуса вместо администратора он заставляет команды воевать за билеты от тебя доставить на платформу после доставки начинается мини-игра вылетев за пределы которой можно лично увидеть самого бонза того самого шумерского бога на деле бонза это уникальное существо для мира тф2 это наверное самый большой живой объект во всей игре и поверьте когда я говорю большой я имею ввиду огромный твою мать те кто были на стриме думаю это уже поняли для остальных только посмотрите на его размер относительно того же маразмуса на деле меня всегда интересовало что это вообще такое и почему оно поедает нас при падении с платформы и прочего видимо маразмус удалось в конце концов каким-то чудом вызвать древнего злого бога циркой накормить его душами бедных наемников так чтобы цирк заработал в итоге маразмус удалось заманить наемников в ловушку и насобирать душ а также отплатить мафии в комиксе же 15 года по сути нет абсолютно никаких интересных нам событий но она не удивительно 15 год все таки по сути наемники просто играли в настольную игру которую руинил солдат пока инженер медик делали говорящую тыкву маразмус удивительно занял денег он этот раз русской мафии купил дорогущий амулет для сбора душ горгулью наемникам просто надоелось есть тупым солдатам играть в глупую настолку и они пошли делать все тоже что и года до этого момента все по сути нам просто сказали вот мы горгулью ввели что это а вот вам 22 страницы русского кино отвалите разочарование конечно но благо все комиксы до этого были полны разных разностей и интересных моментов и после этого комикса лорд такого безусловно интересного праздника как хэллоуин в тф2 больше не продолжался и не пополнялся никакими интересностями да о чем тут говорить мы даже нормальную страницу хэллоуинского обновления с 15 года не видели тупо заметка в сообществе которая с каждым годом все меньше и меньше скоро небось один заголовек и оставят хэллоуин 2020 и все черт я надеюсь я просто пошутил и так не будет лол вот как то так надеюсь вам понравился данный выпуск лора тфки если так то покажи мне то лайком и комментарием будет много того и другого и я чуть активнее возьмусь за следующую часть то есть она выйдет не через три месяца через 2 и 28 дней нет шучу на правда я просто начну его быстрее делать да а пока что благодарю всех донатящих подписывайтесь на канал вступайте в группу в стиме вконтакте всем удачи и до связи ау бои я не спал 20 часов и знайс